Всем привет, с вами Крэйзи. Думаю, по названию ролика вы уже поняли, что сегодня собираюсь снимать. Да, это вторая часть мультика в Бравл Старс. В первой части я попросил вас набрать полторы тысячи, тогда я сяду делать вторую часть. На данный момент там около двух тысяч лайков. На самом деле я думал, что мы не берем и полторы, но мы довольно быстро преодолели эту отметку. Поэтому сегодня я уже все записал. Давайте не будем тянуть и посмотрим, что же все-таки получилось. Первый момент я взял из мультика тачки, когда док объяснял Маквину, как ездить по грунту. Там я взял не целый момент, потому что там много лишних, как по мне, реплик. Ну, может быть, для мультика нормально, но нам нужны короткие маленькие моменты. Поэтому я обрезал и думаю, получилось круто. Давайте посмотрим, что же все-таки из этого вышло и как мы это снимали. Так, так, давай с тобой здесь постоим и типа я док, я тебе что-то рассказываю. А ты Маквин и ты слушаешь. Зачем ты кинул снеговичка с сердечком? Мне кажется, типа Маквин и снеговик с сердечком. Никак не взаимосвязано, но не важно, ладно, пойдет. Крутимся, я тебе рассказываю. А, опять снеговик с сердечком. Ну ладно, все, вроде как почти рассказал, погнали оттуда. Я лишнее сейчас еще обрежу. Лу, кидай. Лу, давай. Что-то он затопил немножко. Вот это я зашел в поворот, это я зашел лютый. Мне бы в киберспорт. Не знаю, как это взаимосвязано, но не важно. Это, скорее всего, я накину на фон, должно быть прикольно. Типа на их диалог. Забудь про тормоза, газом работать надо. Выжил на полную и дорабатываешь. Чуть пережмешь и в кювете вверх колесами. Я скажу проще. Если как следует дать влево, выйдет поворот вправо. Не знаю, как вам, но мне понравилось. По-моему, по-своему круто вышло. Но фон. Вот с ним мне пришлось его поднять чуть выше. А то, если по центру я сделал, то они накладываются друг на друга. И ничего не понятно. Вот вообще. А вот так прикольно вышло. Следующий момент из Лунтика. А если точнее, серия Рассветка. Там Вупсень и Пупсень лежали и гадали, что на что похоже. И то ли Вупсень или Пупсень заметил куст, но оказалось в итоге, что это Лунтик. Он говорит, смотри, куст похож на Лунтика. А он поворачивается и говорит, привет, ребята. Вот этот момент, думаю, мы с ними довольно-таки быстро. Потому что он простой. Вот мои тиммейты ушли. Это типа Вупсень и Пупсень. Подходят, бьют. Ой, смотри, Лунтик. Такой, привет, ребята. И они убегают. Все, готово. Быстро, однако. Прикольно. Давайте посмотрим, что получилось. Смотри, а вон тот куст похож на Лунтика. Точно. Привет, Лунтик. Привет, ребята. Я как раз искал кого-нибудь. Говорит щеку, он хочет нас съесть. Бежим. Самое интересное, что это вторая попытка. Момент не самый легкий, потому что там надо попасть в тайминг. И со второй попытки все идеально подошло. Мы как знали. А давайте сейчас договоримся. Вы досмотрите моменты и напишите свой топ-3. Топ-3 лучших моментов, что вам больше всего понравилось. Я прочитаю. Некоторые, может, по лайку. Ну, посмотрим, в общем. Ну, что ж, идем дальше. Этот момент из мультика Иван Царевич и Серый Волк. Он сейчас довольно-таки популярен в ТикТоке. Возможно, вы его видели. Суть в том, что там то ли король, то ли кто он. Ходит и всем приказывает. Пчелы не жужжать. Трава зеленеть. Гвозди не торчать. И птицы петь. Давайте сейчас все это сделаем. Он довольно-таки... Это самый сложный из всех. Нет, по сути, он, конечно, не сложный. Но из всех тех, что были, он довольно-таки, да, требовательный. Так, бис, смотрите. Сейчас я кидаю... Подхожу к вам, кидаю смайлик. Дизлайка. И вы убегаете в разные стороны. Да, хорошо. Хорошо. Сейчас я иду вверх. А, у нас нет розы, да? Ну, тогда я иду, видимо, направо. Приказываю сейчас забору... Ой, не-не, не забору. Получается, гвоздям не торчать. Идем на запомни, где я встану. Чтобы потом замонтажить и убрать это. Так, все, вроде встал. И давайте в другую катку. Так, давайте сейчас все по фасту сделаем. Чтобы потом я еще к кроу успел подойти. Такс, идем. Ну, я уже почти подбежал к забору где-то. А, да? А, точно, я же кусты убирал. Я забыл убрать забор. Давайте еще раз. Я пока кусты-то менял, забыл забор убрать. Так, все, я пропустил момент. Я сейчас все убрал вот раз. Встаем примерно на то же самое место. То и было. Чтобы не было заметно. Может быть, будет чуть-чуть. Но я попробую все хорошо сделать. Так, уйдите все из кадра. Вас не должно быть видно. Би, уйди. Бину, куда ты? Би, уйди. Ну, давай быстрее. Давай чуть-чуть. Такс, и вроде как все. Вот, я стою такой. Блин, ну, конечно, конечно. Так, ну вот, я стою. Забор убрался. Корову, подойдите чуть ближе. Встаньте выше надо мной. Я сразу к вам должен выйти. Давайте надо мной. Я вижу, вижу. Вы в кадр еще. Все хорошо. И вот я выхожу, говорю, птицы петь. Кидайте смайлики. Хорошо, хорошо. Все, пойдет, пойдет. И мне еще надо подойти к розе. Вообще, роза второе место. После пчел должно идти. Но у нас все как-то странно, как всегда. Поэтому попробуем вот так. Придется лишний монтаж делать. Нехорошо. Так, и все, я подхожу к розе, говорю, кусты зеленеть. Ну, как бы, я говорю, зеленеть. Вот, что-то с запозданием. Ну, в общем, должно быть прикольно. Я тут под монтажу. Там единственное, что, возможно, где-то будет видно переход. Ну, я постараюсь это максимально брать. Так что давайте посмотрим, что из этого вышло. Не, на самом деле это очень просто. Я почему-то думал, что там вообще одним кадром снимается все. Я думал, мне придется подстраиваться под переходы. Но нет, там тоже есть переходы. И это проще, чем казалось. Причем намного. Просто я не помнил, как там все происходит. Но когда увидел, как это делается, то я сразу понял, что это легко. Ну, а в любом случае, момент-то крутой. Прикольный и довольно-таки не тяжелый. Следующий, на очередь, довольно-таки веселый момент из смешариков. Там копаточа заперли. Потому что он... Зависимость с меда, что там такое. Так и серия называется. Какое сладкое слово мед. Ну, и из-за его зависимости его заперли в его же доме. Самое неинтересное я пропустил. Потому что кому интересно, как Тара ломает дырку и Прима меня все закидывает. Ну и вот, я сейчас требую свободу. Стреляю в стены. Почему бокс, я не знаю. Ну, а по времени там уже хватает. Погнали посмотрим, что же получилось. Свободу, свободу. Сижу за решеткой в темнице зерой. Вскорбленный в неволе орелом. Интересно то, что, казалось бы, вот этот самый легкий момент мы снимали по времени не быстрее всех. А где-то, ну, как все. Следующий фрагмент я взял из Яралаша. Это вроде как не все мультик, но, в принципе, там фрагмент подходит и довольно-таки прикольный. Там мальчик спрашивает у двух то ли девочек, я так и не понял. Ну, вроде как девочки. Двойняшки ли они? Потом выходит третий и говорит, нет, мы тройняшки. Да, так себе звучит, но вообще-то нормально. Мы уже в игре. Сейчас мы решили, что будет мальчиком Поко. Он взял банки. Я ухожу, типа, в кусты. Он... Уйдите вниз, все, кто не участвует. Все, он говорит, хорошо. Сейчас Поко, типа, у них спрашивает двойняшки ли они. Постреляет. Потом они в нее стреляют, говорят, нет, мы не двойняшки. Потом я выхожу, говорю, типа, мол, мы тройняшки. Поко, Поко, давай, иди сюда. Вставай вот на эти камушки. Вот на это вот. Я сейчас в кусты зайду. Ты в них стреляешь. Ну, типа, говоришь, что они двойняшки. Они в тебя стреляют и говорят, что они не двойняшки. Я сейчас спрячусь в кусты. И потом я уже выхожу, говорю, мол, мы тройняшки. Ну, все, погнали. Стреляй. Ну, давай, стреляй. Давай. Чего он же делает, я не понимаю. Стреляй. Я уже готов, я в кустах стою. Давай, стреляй быстрее. Хорошо, теперь они в тебя стреляют. И второй тоже. И я выхожу, типа, мол, ты чего, мы же тройняшки. Я, типа, что-то говорю, я не знаю, что он там говорит, но у него есть диалог какой-то у пацанатого. Так что, думаю, хватит все. Давайте посмотрим, что у меня из этого вышло, потому что это гиперстранно. Но тут, пожалуй, без комментариев. Давайте к последнему моменту завершать наше видео будет момент из Лунтика. Там суть в том, что одна гусеница смеялась над другой. И вот та, которая смеялась, она говорит, еще раз ты на дно засмеешься, получишь. И потом случается момент, что он снова засмеялся. Надеюсь, более-менее понятно объяснил. Мы уже в игре, готовы начинать. Вот я говорю, типа, еще раз ты на дно засмеешься, получишь. Меня вытягивают и убивают. Что-то долго меня убивали. Ты должен убежать, у тебя есть реплика. Куда ты идешь? Ну, заново. Я сейчас еще раз пересмотрел и понял, что мы даже в тайминге не попали в тот раз. Вот я ругаюсь. Он должен покрутиться, кинуть смайлик и тяните меня. Давайте. Поздно, мне кажется. Ну, не знаю, короче. Мне кажется, поздно. Думаю, надо будет еще раз. В принципе, путем некоторых манипуляций я из того что-то смог сделать. Давайте посмотрим, что там вышло. Ну, а на этом видео подходит к концу. Давайте, если мы здесь каким-то образом наберем 2500 лайков, я сразу сяду пилить третью часть. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.